приветствую всех дорогие друзья на канале тимоха лайф и сегодня я вам хочу рассказать как же ускорить любой android за 30 секунд трема способами вы могли замечать что на моем канале уже много таких роликов на это действительно без каких-либо программ помогут вам вот эти три способа ускорить ваш любой android то ли вас сяоми samsung honor huawei не важно потому что вот такие способы реально направлены на то чтобы ускорить телефон на максимум с вас лайк и подписка с меня больше вот такого вот контента я кстати заметил что больше смотрят люди ролики которые на меня не подписаны подпишитесь пожалуйста если не понравится отпишитесь мне будет приятно а вам много такого интересного и полезного контента ну а мы начинаем рассказываю три способа самый простой и надежный способ это зайти в настройки на телефоне и найти такой пункт который называется смотрите вот вай фай есть же эта настройка на любом андроиде дальше когда мы здесь находим вай фай здесь будет помощник вай фай и нам нужно включить вот эту вот функцию которая называется приоритизация вай фай распределение пропускной способности для приложений и фоновых загрузок и здесь ставим сбалансированный таким образом вы разгрузите немножко помощник вай фай и телефон будет не так сильно нагружаться для того чтобы получать много информации и конечно ее передавать это настройкам обязательно нужно активировать следующая настройка нужно зайти в телефон и потапать по версии милой пока не напишет не нужно вы умол стали разработчиком я вас поздравляю вас открывается секретное меню вот здесь вот в расширенных настройках заходим в расширенные настройки спускаемся в самый низ включаем такой во первых пункт расширения памяти вот это вот расширение памяти позволит вам добавить 3 гига озу за счет использования встроенной памяти то есть вот это вот флешечка если у вас стоит вы можете благодаря этой флешки на 3 гига азу раскачать многие говорят что это сделано в плане том что ну такой рекламный ход компании сяоми но я думаю что это все-таки правда и я пробовал тестировал выключал включал то это действительно работает это уже у нас второй способ ну а третий мы спускаемся вот снизу смотрите у нас пункт появился для разработчиков и здесь мы принципе ищем такой очень тоже полезный пункт не знаю не хочу его пропустить буду немножечко медленно вот так вот листать называется он лимит фоновых процессов у кого есть этот пункт обязательно деактивируйте то есть у вас там будет сразу стоять очень очень много лимит фоновых процессов я сейчас его постараюсь быстренько найти сейчас 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 наверное я уже его пропустил потому что где-то он был уже а вот он лимит фоновых процессов смотрите здесь у вас может стоять не более двух процессов не более трех процессов но я все-таки рекомендую поставить стандартный лимит не стандартный лимит а без фоновых процессов то есть смотрите когда вы будете пользоваться телефона, у вас будут какие-то там стоять фоны, да, то есть будет одно приложение в фоне держаться, 3, 4, 5, если вы поставите без фоновых процессов, вы забудете о разряде телефона и нагрузке телефона, ну и четвертый способ, это вам бонусом, хотя были три способа, да, я вам обещал, это конечно вам тоже очень сильно поможет в том, что телефон будет работать дольше, настройки, приложения, все приложения, не все приложения, а вот здесь как раз вот разрешение, нас интересует пункт разрешения, и в разрешениях нас интересует пункт автозапуск, вот он у нас, нажимаем автозапуск, и здесь мы видим все приложения, которые у нас могут работать без нашего даже малейшего ведома, а мы об этом даже можем не знать, все эти приложения нужно отключить, я даже подключал телеграм, вайбер, ватсап, тикток, ютуб, OLX и другие программы, которые действительно будут работать без какого-либо нагрузки на телефон в целом, ну а с вами как всегда был Тимоха лайф, пальцы ставьте вверх, если видео понравилось, таких видео вы найдете на главной странице, где я снимаю такие видосы каждый божий день, до скорого, подпишись, не ленись на канал, пока-пока!